Азад Левинсон В момент, когда я понял, что то, что мне нужно, то, что я хотел, то, что я искал, это ислам. Это было что-то изнутри, из глубины. Возможно, что незадолго до этого я случайно зашел в мечеть и видел, как намаз читают, коллективный намаз. На меня это очень сильно подействовало. Много смотрел, много искал и видел. И в мечетях бывал, и в церквях бывал, и в синагоге был. Все улеглось по своим местам. И потом выдало мне идеи к этой мечети и стать мусульманином. Его друзья, близкие, с пониманием отнеслись к тому, что он стал верующим мусульманином. После того, как он принял ислам, его жизнь изменилась. Появились новые знания и понимание религии Аллаха. Азад стал читать намаз и поститься. Все абсолютно знания по религии охватывают все. Начиная от того, с какой ноги ты выходишь из дома, с какой ноги ты заходишь в мечеть, какой рукой ты кушаешь, какой рукой ты моешься, какой рукой что ты делаешь. То есть даже до таких мелочей охватывает ислам жизнь человека. И по всем этим областям ты должен знания получить, чтобы жить правильно, как наша религия требует. Поэтому эти знания, они обширные. Они вот все, как, что кушать, что не кушать, что нельзя, что можно. Даже элементарно, как барана как правильно зарезать, как его правильно обработать, как посуду дома содержать, как кастрюлю содержать, как ее помыть, как ее хранить. Это все ислам обучает этому. И все эти знания ты должен знать для того, чтобы кушать халяль, для того, чтобы твоя еда была сневдобной. За это время вот эти знания и получаешь. То есть это всю свою жизнь, в общем-то, получается полностью перепрограммируешь. Азад имеет медицинское образование. Он работает массажистом. Также он делает такую процедуру, как капиллярное кровопускание, хиджама. Это один из самых древних методов лечения от разных болезней. Известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам прибегал к этому способу лечения. На прием к Азаду на хиджаму пришел его давний клиент, тоже массажист, Азамат. Он отмечает, что благодаря хиджаме избавился от экземы, появилась легкость. После процедуры вообще, ну, нисколько месяцев стресса вообще нет абсолютно. И головных болей, и вот этой усталости нет. Ну, все хорошо. Организм себя чувствует легко вообще. Как будто ты даже несколько килограмм скинул, это просто тебе даже легко ходить. Хиджама – это метод избавления от недомоганий, вызванных излишком крови, содержащимся в организме. С помощью вакуумных банок опытный специалист проводит капиллярное кровопускание. Цель которого – устранить застарелую и зашлакованную кровь. Она является причиной многих недугов. Организм взамен вырабатывает чистую, новую кровь. Регулярное проведение хиджамы омолаживает организм и устраняет многие хронические заболевания. Этот метод, он нам достался от пророков. Этому методу обучали людей все пророки, начиная от Адама и заканчивая пророком Мухаммана. Это, значит, сумма всех пророков. Мы ставим банки, вот, немножко кровь туда приливает, потом мы эти банки убираем и делаем мелкие-мелкие-мелкие-мелкие надрезы. Очень вот поверхностные, буквально очень мелкие, но глубина там полмиллиметра-миллиметр. Вот. Опять банку ставим, кровь наполняется, мы ее сливаем и опять банку ставим до тех пор, пока кровь не остановится. Вот. Срабатывает принцип клапана. Вот клапан, через клапан стравило, сколько надо выпустить, и клапан закрывается. И здесь то же самое. Сама процедура занимает около 40-50 минут. У каждого человека выходит из организма разное количество крови. У кого-то может быть литр, у кого-то в разы меньше. Такую процедуру желательно делать раз в 4 месяца. Хиджаму также рекомендуют и женщинам. Азат и его усердие на пути Аллаха – очередное подтверждение того, что ислам не имеет национальных и расовых предрассудков. Ведь, как известно, лучший из нас – это наиболее богобоязненный. Алина Таюпова, Альфия Ильясова, канал «Алиф» Башкортостан.